Всем привет! Сегодня я вам покажу свои новые элементы в организации хранения на кухне, смотивирую вас на уборку дома, создадим уют на кухне, покажу свои обновки постельного белья и рецепт супа на скорую руку. Ко мне пришло много новых зрителей, я рада вас приветствовать у себя на канале. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы смотреть каждое мое новое видео. Итак, свое видео я начинаю с уборки столешницы и затем вытаскиваю все свои баночки с крупами из полочки, где они хранятся. Я хочу сделать полный апгрейд этой полки. Ко мне пришли наклейки из Китая, такие черные, и я хочу их наклеить на баночки. Изначально мне, конечно же, нужно определиться, что я буду подписывать. Помните видео, где я красила вот эти баночки? Если вы не смотрели это видео, я оставлю ссылочку на него в описании и в подсказке. Сначала мы протираем баночку спиртом, либо любимым обезжиривающим средством, подписываем наклейки и приклеиваем на баночку. Наклеек у нас немного, поэтому какие-то баночки останутся без внимания, но обязательно еще дозакажем. Такие наклейки мне, в принципе, не понравились. Самое сложное, это было определиться, что где будет храниться, в каких баночках. Помните такой органайзер для ватных палочек из фикс прайса? Мне он не подошел, мне показалось, что крайне неудобно его использовать. Я решила попробовать там хранить зубочистки. Мне кажется, это будет намного удобнее, потому что зубочистки меньше, чем ватные палочки. Насколько это будет удобно, покажет время. Так, некоторые баночки мне приходится перемывать, некоторые баночки шистые, и только внешнюю протру, и все. Например, в такую банку у меня влезла упаковка гречки 800 грамм. Далее, когда я буду покупать гречку, я буду брать именно такую упаковку, чтобы она полностью влезла мне в баночку. Также я буду использовать вот такие баночки из вот этих гудцов. Мне очень понравился их внешний вид, но они немножко менее функциональны, потому что по бокам у них имеются впадины, что уменьшает объем хранения. Но у меня места достаточно, поэтому я могу использовать такие баночки с удовольствием. Сейчас мы замазываем маркером облезший край. Конечно же, это не выход из ситуации, но хотя бы-то маленько придадим к кухне более свежий вид. Баночку я промыла, высушила и пересыпаю туда крахмал. И так как у меня очень много белых супучек, поэтому я подписываю, что это крахмал. Есть у меня и сахарная пудра, и сода, и разрыхлитель. Все они друг друга похожи. Остается мне только пристроить сахар. Я куплю потом еще одну баночку, закрывающуюся крышечкой, и будет это более удобно. Сейчас я протру все баночки и составлю на мою полочку. Дополнительно я сделала список, что мне еще необходимо докупить. Сколько баночек и какого объема. А то же еще дозакажем наклейки. Самые внимательные зрители уже видели вот такую замечательную полочку у меня на кухне. Да-да-да, мне наконец-то пришли полочки, о которых я говорила ранее. У нее металлическая черная оправа и деревянная дышечка. Дышечку можно покрасить, но я пока что оставлю ее в перерозданном виде. Кстати, в комплект пришли болты, на которые можно прикрепить полочку. Мне очень нравится, как полочка смотрится у меня на кухне. Это тот элемент, которого не хватало. Я собираюсь на полочке хранить кружки, и поэтому мне сейчас придется решить, какие кружки останутся, а какие кружки я отставлю для особого случая. Ранее кружки у меня хранились на микроволновой печи. Кстати, полочка у меня с сайта New Cheek, ссылочку на него я оставлю внизу в описании под видео. Также у меня есть промокод на скидку 25%, на все товары без акций. Всю подробную информацию вы найдете в описании под видео. Кстати, это не единственный товар, который ко мне пришел. Чуть попозже я еще покажу, чем меня порадовал этот сайт. А пока мы с вами разговаривали, я уже создаю уютную кухню. Сделаю небольшую красивую зону со свечами, убираю кружки на хранение. Очень удобно использовать такие подносы. Если последний, что мне надо будет, вытащить, просто поддвиню подносик и все. Сейчас я маленько поухаживаю за своей кухонной утварью. Я протираю чайнички, фильтр для воды. А также я протру немножко стены. Я вижу, что уже кое-где мне образовались капельки. И чтобы не запускать, мою сразу же. Многие зрители тоже видели вот этот поднос у меня в видео. Мне он тоже очень нравится. Я решила опять его применить в своем хранении. В нем я поставлю красивые, декоративные и функциональные вещи. Это у меня будет своего рода чайный уголок, который будет стоять возле подора. Если что-то нужно будет, я возьму, например, салфетки поставить на стол. Либо баночку с медом. Баночка это из Икеи, всеми любимая. Кстати, в последнее время я люблю пить воду именно из красивых фужеров, либо бокалов. Это делает воду еще более вкусной и интересной по энергетике. Нужно пить водичку из обычной бутылки, либо из кружки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Такая морковка, и баночка очень-очень её любит. Я её прорежу маленько, и самую крупную берём себе на еду. И так, вернёмся к нашим супчикам. Я его делаю довольно-таки густым. Консистенция немножко похожа на тушёную картошку, либо рагу. Добавила картошки, морковки, специи. Здесь у меня чеснок, петрушка и соль. А также я решила добавить оставшийся сырок Хохланд с грибами. Я поломала на кусочки и добавила копящее блюдо за минут 15 до готовности. И пока у меня готовится супчик, я буду сервировать стол. Конечно же, надо убраться. Катер тоже немножко загрязнился, я решила поменять. Единственное, я не успела погладить ногу, скажите, но ничего страшного. Главное, что она чистенькая. А вот эти веточки, которые я сорвала для композиции. Кстати, баночки я тоже делала сама. Вот такой супчик очень вкусный получился. Я переживала, чтобы кушать мой ребёнок, чтобы блюдо не прозрачного цвета. Но он съел три тарелки. Это просто удивительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень люблю натуральные ткани. Я решила себе заказать вот такое платье, либо накидку. Оно из хлопка, очень-очень приятное, дышащее. Просто можно накинуть его и пойти в магазин, например, либо на прогулку. И, кстати, платье тоже из сайта New Cheek. Если вы хотите знакомиться с ассортиментом товаров, то приходите по ссылочке в описании под видео. Я решила приготовить блины. А Манюшка меня любит больше оладушки. Я решила сделать оладушки при помощи таких формочек. И просто использовала блинное тесто и заливала формы. И получились оладушки. Ребёнок счастлив. С каким паром тебя? Манечка, ты расскажешь, что такое за квадратики лежат? Что за квадратики такие лежат у тебя на столе? На столе, возле свечки, да. Что это? Гороломка. Гороломка. А-а-а. Можно посмотреть? Хорошо, да. Вот это лёгкое. А что с ними надо делать? Собирать. Собирать. Расскажи, что это у тебя. Когда. Это гололомка. Ты самая лёгкая. Самая лёгкая. Как готово. А если всё разобрать, надо будет собрать. Вот. Смотрите, люди. Вот. Когда поставить. На этой ноте я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я вас сконтивировала на уют, на чистоту. И просто подняла настроение. Желаю мира и гармонии вашему дому. Хорошего настроения. Всем пока-пока. Смотрите. 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 Смотрите.